В общем, заходим в приложение Авито, выбираем раздел для дома и дачи, далее мебель и интерьер, и конкретно кресло. А чтобы исключить из поиска новые товары и предложения от магазинов, я поставлю галочку БУ. Пару минут поиска и нахожу неплохой вариант кресла. Хоть и материал обивки заставляет задуматься, но оно не старое, не советское и не винтажное. Его дата изготовления 2015 год, а значит технология его производства очень близка к современной. Дорога до мастерской завалена снегом, так что пришлось тащить эту бандуру метров 200 на своих плечах. Единственное, что меня не устраивало, так это ножки кресла. Чем именно не устраивали, я точно не понял, так что пока оставлю их на месте, пока не придумаю, на что их заменить. Ну а я уже приступаю к разборке кресла. Как я уже сказал, кресло сделано вполне себе по современной технологии, так что особых проблем при разборке у меня не возникло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скрип пружин мне определённо не нужен. Кстати, это единственный эрудимент в этом кресле, от которого я избавлюсь. Отпилил два бруска высотой 70 мм и длиной приблизительно 60 см и прикрутил их с левой и правой стороны основания сидушки. На них будут держаться новые пружинки-змейки. Эластичную ленту на спинке я не стал менять, просто натянул её посильнее. На центральную часть спинки я приклеил поролон толщиной 30 мм, а поверх него приклеил сантиметровый синтепон. На боковину спинки я приклеил поролон толщиной 1 см. Чтобы скруглить поролон в верхней части спинки, я нанёс клей прямо на торец и пригладил это всё руками. Приклеиваю старый лист войлока, чтобы поролон не стирался от пружин. Наверх сидушки я приклеил 60 мм поролон, а по бокам пошёл 10 мм поролон. Сверху также приклеил слой синтепона. Чёрт меня дёрнул начать снимать лак с ножек. Убил 4 круга 80-й наждачки, психанул и покрасил зачищенные места морилкой в старый цвет. Сверху покрыл мебельным лаком. На сайте Pinterest я нашёл референс для своего кресла. Так что в качестве материала обивки я буду использовать вельвет изумрудного цвета. Сшиваться это всё будет на обычной машинке. И хоть материал достаточно тонкий, мне нужно будет прошить аж 4 слоя ткани. И иногда при старте машинке не хватало мощности, чтобы всё это пробить. Сначала я зашиваю обычную верёвку толщиной 6-7 мм в полоску ткани, получив из этого кант. Ну а потом этот кант сшивается между двумя частями ткани. Короче, я не швея и мне тяжело всё это объяснить. Для спинки я не сшивал ткань чехлом, как в оригинале, а сделал две части. Первая, лицевая, просто натягивалась и прибивалась степлером. А вторая, задняя, крепилась на специальную зажимную полосу для скрытого монтажа. Сначала прибивается верхняя часть через ровную полоску толстого картона, чтобы обеспечить прямую линию. Ну а по бокам используется та самая полоса, пристрелив которую, остается лишь обрезать лишнюю ткань, подоткнуть её внутрь полосы и подбить киянкой. Дно сидушки я не стал затягивать тканью, так как конструкция ножек закрывает его со всех сторон. Остается лишь собрать кресло воедино. Ну и в конце хочу объявить небольшой розыгрыш. В комментариях пишите, какую вещь мне переделать или отреставрировать в следующем ролике. А лучше скопируйте ссылку на вещь с авито и вставьте их в комментариях к этому ролику. Я выберу комментарий с самым интересным вариантом, выполню его и отправлю победителю. Малогабаритные изделия приветствуются. Подробности розыгрыша будут в описании к этому ролику. Ну а на этом всё. Если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!